неожиданно посмотрим всем привет и сегодня у нас новый день и мы его начали на пляже вот наша наоми, вот наша Маргарита вот так вот мы плаваем, еще у нас есть круг с собой кроме волн но пока что наоми плавает просто так с папой сегодня вода очень и очень теплая и чистая как тебе, Маргарит, плавать? она очень теплая, такое ощущение, что я в ванной и прокрашенная наоми решила, что ей кепка не нужна она хочет, чтобы ее головонька загорала но он не плывет на спиночке и получает необыкновенное удовольствие ах, ты меня чуть камеру не выбил и отрубленно снимаем это ах, 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 ах смотрите, я кучу могу плавать ах, 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 ах когда наоми не почувствовался, я у нее иногда отдам малыш наслаждается и даже волна ему не помеха я не знаю Мы даже не слышим, что вас ждет, потому что мы несем Наомину шапку. Мы несем Наомину шапку и надеваем ей на голову незаметно. Сейчас посмотрим, когда Умина рука уже тянется и снять. Ух ты, какая логика. 6 или 7 месяцев, а уже рука работает как надо. Все понятно, не обманешь Наому. Хочешь ума второй рукой ее снять. Неужели? Неужели ты это сделаешь, Наоми? Да, пока ты не понимаешь, что нужно ее вверх, да? Но главное, что уже тоже неплохо, что вторая рука пытается что-то делать. И это у нас правая рука. Правая рука еще не научилась снимать шляпу. Мы сейчас делаем вот так. А давайте посмотрим, что дальше Наоми будет делать. Наоми подплывет к камере и будет смотреть прямо вам в глазок. Прямо в объектив. А сейчас она будет листаться в море. Рыбки? Давайте посмотрим на рыбок. О, где тут рыбы? А вот. Вау! Рыбы, которых не видно. Ноли, ты видишь рыбок? Папа целый день пугает Маргариту в море. Сможем ли мы Маргариту отучить от страха? Эксперимент. Социальный эксперимент. Маргарита, чего ты боишься? Я чего не боюсь. Я комару сильно научусь. А ты комара боишься? Комара боишься? Наоменька. Наоми нужна... Наоми, например, наверное, нужно купить шапку на завязках. Это наоми. Какой-то блинчик. Маргарита, смотри, что это медуза? Это не медуза, это волосы Маргарита. Она боится своих волос. Да? А ты боишься? Наоми, медуза, медуза. Наоми, медуза. Она пока не знает, что такое медуза, потому что ее никогда не кусала медуза. Вывод, если ты ничего не знаешь и ничего не боишься. Как ли это? А вы боитесь медузы или нет? Пишите в комментариях. Она считает, что она может увидеть море. Да. Она считает, что она может выпить это море. Надо было ей чашечку взять. Так нельзя же соленую воду. Серьезно может быть. Совсем она чистая. Малыш, малыш. Мне так удобно на этой утке плавать. Что за слово не могла никогда подумать? Мы тебе ее подарим. Она еще прям идеальная. Наоми, вперед море. Наоми, вперед море. И под шею так удобно. Наоми, потом у тебя горло будет течь, и теперь никто не будет понимать собственность. Ты уже пробовала и знаешь? Нет, но я знаю. Можно назвать, что сделать, если выпить море. А еще вон, смотрите, я так говорю. Раз, раз, раз. И не пойму, сколько мне лет. Сколько мне лет. Два года. Два года. Два года. Два года. Ой, солнышко засветило. И не отвлекло. Ой, солнышко засветило. У меня вода в ухе. У меня вода в ухе. У меня вода в ухе. У меня ухо попило воды. А на него ходит. Наоми, Наоми, идем. Наоми покушала, пообедала, поспала. Мы уже дома, Наоми. Ползет куда-то, ползет к Маргарите, наверное, в комнату. А может быть и не к Маргарите. Вот, она ползет к чему-то другому. Давайте посмотрим, чем занята Маргарита. Давайте сейчас неожиданно посмотрим. Опа. Застукали. И что мы такое делаем? Что мы такое делаем, дочечка взрослая? А чего мне не вслух? Так, сейчас у меня там робот, утку. Да, другое собиралась делать, понятно. Давайте посмотрим, чем занимается Наоми. Сейчас мы включим свет, чтобы ее лучше видеть. Она тут следит за стиральной машиной. Мы с ней поставили стирку. Наоми пришла, чтобы посмотреть, как там стираются вещи. Как, Наоми, все в порядке? Мы вышли на улицу на прогулку с Наоми. У нас вот такое вот есть приспособление специальное для малыша, чтобы можно было не на руках ее там совсем держать. А вот так вот она садится, она же уже сидит у нас уверенно. Поэтому мы его достали. Вот мы еще взяли коляску. Она сначала проехалась на коляске. Да, Наоми. А потом она уже решила, что на коляске ехать не будет, что уже хочет чуть-чуть быть на ручках. И мы ее пересадили на ручки, можно сказать. Эта штучка такая удобная. И она имеет такой широкий поезд, чтобы не давила на спину. Чтобы не было нагрузки, да, на спину? И таким образом руки свободны почти. Вот она сидит на таком вот стульчике. Вот. Нагрузка распределяется по широкой площади. Это достаточно удобно. Нигде ничего не давит. И вместо того, чтобы все время нести вот так на руках, потому что так тяжело 10 килограммчиков нести, она у меня сидит вот на таком стульчике. И это гораздо-гораздо легче. Так что, у кого есть маленькие детки, можете купить эту штуку. Тут есть еще такая сумочка. Тут можно телефон положить. Еще одно отделение. И тут отделение большое. Вот здесь тут кошелек, ключи можно положить. Вот еще какое-то отделение. Это достаточно удобно. Вот. Если кому интересно, я могу найти ссылку, где мы это покупали, и в описании оставить. Можете посмотреть. Вот тоже есть. Только или пони dismissки в других. Вот тоже есть. Посмотрите. Вот показатель. veo ERIC!